В спортзале СКА 10-я спортивная школа по спортивной гимнастике базируется уже более 40 лет. За это время из стен учреждения вышли десятки легендарных спортсменов. Но помещение пришло в негодность. Ремонт внутри зала родители делают своими руками. Только в мире мало школ. У нас абсолютно олимпийская чемпионка была в этой школе Татьяна Гуца. Чемпион мира Виталий Маринович и куча сборников. Миргородская Ання, участник олимпиады сборной страны Украины уже выступал. Всех не перечислить. Начиная с 60-х годов. Сейчас в зале нет ни отопления, ни света. Администрация военного спорткомплекса отключила коммуникации еще до прихода инспекторов по пожарной безопасности. И хоть о таких условиях тренировок в городском управлении по делам физкультуры и спорта знали давно, только сейчас решили не продлевать договор с залом. Их на сегодняшний день выгоняют из зала. Дело в том, что этот зал находится в ведении, был заключен договор с горосполкомом об аренде. Они обязывались предоставить зал, согласно акту, есть документы, в нормальном состоянии, с отоплением, с электричеством и так далее. На сегодняшний день, как мы можем видеть, сейчас внутри дети занимаются без света. Им осталось здесь заниматься буквально две недели, после этого их выгоняют на улицу. Родителям удалось связаться с начальником управления Русланом Пуздрачем. По его словам, спортсмены не показывают должного уровня. А условия, предложенные им взамен в общеобразовательной школе на Слободке, не соответствуют виду спорта. У нас шикарная школа. Мы не можем отдать этот зал, потому что он находится в отличной развязке города. У нас занимаются дети с сел, приезжают, потому что от вокзала сразу мама приехала на электричке, привезла ребенка, он позанимался и отвезла его домой. Мы очень хотим сохранить этот зал. Мы благодарны военным, которые предоставили нам, пускай в таких условиях. Мы согласны, мы занимаемся, мы будем помогать, мы будем сами родители, чем можем, будем скидываться деньгами и покупать. Родительский комитет у нас есть, мы что-то потихоньку покупаем, делали ремонт в туалете, чуть-чуть обтягиваем снаряды, маты перетягиваем. Мы как бельмо, это надо вкладывать денег, зала нет. Вот, например, пришли после трагедии Виктории, да, воспользовались моменты, горосполком, наверное, это не нравилось, да, что пришли, просто не почитались с горем, с детьми, повод найти, пойти уничтожать. И на горосполком наехали. Так же самое, воспользовались этой водой и нас решили закрыть. Просто вот. А так школа у нас хорошая, и что у нас, сегодня начальник управления сказал родителям, что у нас нет результата. Есть у нас результат. Слабенький, ну как свой мальчик сборной страны, от Украины ездил на турнир в Германию, причем это очень официальный, хороший турнир. Ну, из-за того, что у нас условия не сильно выступали, но все равно хоть одну медаль он привез. Других видов спорта не лучшие результаты. Где будут тренироваться дети с ноября месяца, пока неизвестно. Родители обратились к руководству спорту управления с просьбой разослать письма ректорам всех вузов с просьбой принять спортивных гимнастов. Дмитрий Богомолов, Александр Вейцман, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова